Негде спрятаться от дождя и присесть в ожидании автобуса. Жители ЮЗ-8 уже два года ждут появления крытых павильонов на конечных остановках 24 маршрута. Транспорт пустили по новой дороге в юго-западном районе ещё в 2017 году. А остановки до сих пор не оборудовали. Каждый день сотни пассажиров уезжают отсюда на работу в школы и детские сады. Люди говорят, в непогоду без зонта промокаешь до нитки. Это открытое небо, нет остановки. Куда деваться бедным людям? С детьми, допустим, неудобно. Все стоят под зонтиками. Забыли зонтик, значит, на остановке стоишь мокрыш. Следующая остановка – третья кольцевая. И тут такая же история. Пенсионерке Валентине Ивановне часто приходится ездить в поликлинику. Пожилая женщина говорит, ждать автобус стоя очень тяжело. И скрыться от дождя негде, и присесть некуда. Пожилые приходят, совершенно бабушки. Даже присесть некуда. Очень неудобно. Везде остановки, даже какие-то отдаленные остановки, везде оборудованные. А здесь вот совершенно ничего не сделано для этого. Год назад жители микрорайона уже поднимали эту проблему. Тогда городские власти обещали оборудовать остановки крытыми павильонами, как только появится возможность. Но и сейчас в мэрии конкретных сроков не называют. Плани по благоустройству остановок на этот год юго-западной и Третьей кольцевой нет. Городская администрация сегодня верстает план установки размещения остановочных павильонов, будем так говорить, на следующий год. Очень высока вероятность того, что эти остановки, о которых вы говорите, появятся в 2020 году. С крышей, со скамеечками, чтобы было уютно, чтобы не капал дождь, и чтобы можно было присесть. Как вы правильно сказали. Работаем над этим. Но, к сожалению, не все сразу можно сделать. До конца этого года во Владимире установят 23 остановочных пункта. Новые павильоны появятся в загородном парке, у театра «Разгуляй» и в микрорайонах «Коммунар» и «Юревец». Оксана Любимова, Олег Маньков, «Губерния-33».